Скажите, пожалуйста, Александр, а если говорить о курсе рубля, вот Путин рассказывает, что на самом деле все хорошо, что там доллар загибается, а рубль стабилен как никогда. Какова ситуация, а самое главное, каковы перспективы российского рубля? Ну, я вижу такие перспективы, очень плачевные. То есть рубль будет плавно девальвировать, не будет так, как, вот я в вашем сюжете слушал Милова, экономиста, который говорит, 200 будет рубль сразу после выборов. Многие там экономисты из Раши говорят 150. Я скромнее в своих желаниях и в прогнозах. То есть по моим прогнозам этот год рубль закончит в вилке 95-110. А потом будет дальнейшая плавная девальвация рубля. И это обусловлено тем, что статистика Раши фальшивая. Вот согласно этой статистике там все хорошо. Вроде бы даже экономический рост, рост экспорта. Ну, все отлично. Все отлично, тогда у меня вопрос, а почему же тогда падает рубль? Он упал больше, чем на 40 процентов, если брать середину января. И если мы берем 100. Почему тогда? Это означает, что фальшива статистика. Путин буквально приказывает фальсифицировать показатели экономические, такие как экономический рост и особенно инфляцию. Особенно инфляцию. Вот вместо того, чтобы засветить правдивую инфляцию, где-то она сейчас на уровне 17-18 процентов, а к концу года будет 22-24 процента, заставляют министра финансов говорить, что да, у нас где-то 5-6 процентов больше не будет. Ну, это просто физически невозможно. Если курс упал на 40, то инфляция догонит падение этого курса за 7-8-9 месяцев, то есть к середине следующего года. Но она уже разогнала. Вот поэтому вот такие плачевные результаты. Более того, я хочу сказать, я это увидел, анализируя средства массовой информации, что Путин, Кремль готовят новую информационную парадигму для стран Запада и Китая. Они запустили вот такую идею, что на самом деле Раша остается в западной цивилизации. Правда, эту цивилизацию она называет уже Север, глобальный Север, и в перспективе видеть себя вместе с такими китами, империями северной цивилизации, как Соединенные Штаты, Европа и Раша там. Ну, я называю это украинское пословице «кинь ногу куе», а жабой свою представляю. Но тем не менее, заставили этого Суркова написать эту галиматию, да? Для чего это сделано? И тут же эту идею поддержали и у нас. Арестович поддержал, что скоро Украина с Рашей будет воевать против Китая. И развернулась мощнейшая атака на президента, на правительство со стороны таких консервных банок информационных, как Латынина, Венедиктов, которые начали вдруг хаять президента, Украину, говорят, что тут одни коррупционеры, нацисты, все, надо забыть. А не место Украине в Европе. А кому место? А вот новой России место оказывается в Европе. И вот такая информационная агитация началась. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы расколоть двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах Украины, чтобы начали говорить, так видите, про что думает Раша? Она хочет вернуться назад к цивилизации. А с другой стороны, это давление на Китай. Дают Китаю такой месседж. Смотрите, если Китай не будет нам помогать и оружием, и финансами, то мы легко можем переметнуться и на другой полюс. Вместо глобального юга стать игроком глобального севера. Но это все для внешнего пользования. Это пропагандистская кампания. На самом деле мы знаем, что из каких источников Раша черпает свое будущее. Из ада. Путин – это настоящий дьявол, сатана. А не из римского мира. Как заявлял Сурков в своей статье. Он говорит, что будущее всех наших великих империй или прошлое. Мы берем будущее из прошлого, а прошлое – это наша общая римская империя. Там был период, когда 200 лет не было войны. Ну вот на что намекают устами своего посипаки Суркова и Китаю, и Соединенным Штатам. Но я думаю, на эту информационную утку не поведутся ни Китай, ни Штаты и Европа. Очень хотелось бы, хотя, наблюдая на популизм, который ширится вообще Штатам и Европой, это уже можно поверить во все, что угодно. Субтитры создавал DimaTorzok